Сегодня опять-таки слышим, что вот после этого, что это шантаж со стороны, так сказать, «Газпрома» – это недружественный акт и прочее. А переговоры, когда нет вот такой братской дружбы, они становятся сухими деловыми, и тогда начинается. Где мы можем предложить «Газпрома» о том, что мы свою систему расчетов, о чем мы говорили, адаптируем, которая позволит нам, так сказать, своевременно, без нагрузок, без, так сказать, лихорадки, которая ставит в неприятное положение и нас, и «Газпром», которые вынуждены, вот это наше предложение. Далее мы говорим о том, что вот этот долг, который мы, так сказать, прочее, прочее, мы предлагаем вот такой механизм расчета, начинаем дискуссии вокруг этого. Что же мы сегодня, у нас после февраля-марта, даже если мы пройдем хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, этот кризис, то нас ждет следующий конфликт с «Газпромом», потому что согласно протоколу, подписанному, как сказала вице-премьер, неуполномоченным вице-премьером, но он подписал этот документ официальный, стоит подпись представителя правительства и так далее, в котором до 1 мая должен быть завершен аудит внешнего нашего долга перед «Газпромом». Это мы настаивали на этом аудите. Он должен быть до 1 мая завершен, и должны начаться переговоры для того, чтобы выработать согласованный механизм погашения этого долга. Что мы имеем? Счетная палата, которая будет проводить аудит, как говорится, до конца этого года, этот аудит ничего не имеет общего с тем аудитом независимым, который должен быть проведен подолгу. И счетная палата родит там ворох бумаг, на которых никто обращать внимания не будет. Как всегда. Кроме, так сказать, наших определенных ультрапатриотов и смешников и так далее. А независимый аудит независимой компании на сегодняшний день, насколько я знаю, даже тендер еще не объявлен. Потому что неделю, неделю, две назад на этот вопрос вице-премьер-министр господин Спына сказал, что сейчас заканчивается работа над определением спецификаций тендера. И это будет передано агентству публичной собственности для объявления тендера. Это очень сложная дилемма. Три месяца со дня подписания протокола не было сделано ничего для определения хотя бы спецификаций. А у нас заканчивается январь. Теперь, если завтра объявят тендер, то он имеет определенные требования к международным. Значит, мы будем иметь победителя к марту. И вы думаете, что аудитор, даже самый квалифицированный, за два месяца вам сделает аудит вот этого долга, ноги которого растут, ого-го, с каких времен. Хотя тот долг, о котором говорит «Газпром», это долг 2011-2015 годов. Но все равно это 10 лет прошло. Значит, мы к маю этого иметь не будем. А значит, к маю мы этого иметь не будем. Значит, у нас опять нет базы для переговоров. Потому что господин вице-премьер сказал о том, что весной рассчитывают на то, чтобы пересмотреть контракт. Для того, чтобы пересмотреть контракт, надо положить на стол конкретные предложения. А у нас не будет даже вот того, чего мы просили, аудита долга. О чем тогда говорить?